Привет! В прошлом видео я создавал опрос, какую тему затронуть сегодня. Наибольшее количество голосов набрало прохождение поворотов. В общем, я Сергей Ланкара, и сегодня мы разберем, как правильно поворачивать на байке. А еще мы поставили себе голографический проектор, поэтому в видео будут вот такие ништяки. Существует две основных школы руления. «Twist of the wrist» Кейна Кода и «Write like a pro» Джерри Паладина. Некоторые байкеры, посмотрев оба учебных фильма, становятся приверженцами какого-то одного, полагая, что эти техники исключают одна другую, но на самом деле они дополняют друг друга. Кейн Код рассказывает, как рулить мотоциклом на высоких скоростях. Например, на треке или серпантинах. Джерри Паладина объясняет, как управлять байком на небольших скоростях в плотном городском трафике. В этом видео я объединю главные моменты обеих техник руления. Вот байк. Когда он едет по прямой, на него действует только сила тяжести. Чтобы изменить направление, ты поворачиваешь руль, и байк наклоняется. Это он делает для того, чтобы компенсировать центростремительное ускорение, пытающееся опрокинуть тебя. Видишь? Вектор суммы сил проходит от центра масс байка к линии, соединяющей пятна контакта колес с дорогой. Именно поэтому мотоцикл в повороте не падает и не опрокидывается. Контр руления. Не считая магии, это единственный способ заставить байк наклониться и повернуть на средних и высоких скоростях. Толкая руль в левую рукоятку, вы заставляете байк наклониться влево. И наоборот. Этот эффект много где описан, но никто не объясняет, почему именно так происходит. Итак, вот наше переднее колесо. Будучи раскрученным, оно является мощным гироскопом. При воздействии внешнего момента силы вокруг оси, перпендикулярной оси вращения, наше колесо-гироскоп пытается повернуться вокруг оси прецессии, которая перпендикулярна моменту внешних сил. Именно поворот переднего колеса вокруг оси прецессии и заставляет мотоцикл наклониться. Работа газом. Теперь посмотрим на размер пятен контакта переднего и заднего колеса с асфальтом. У заднего пятно намного больше. Поэтому это колесо имеет лучшее сцепление. Значит и нагружать его нужно больше, чем переднее. Но когда мы открываем или закрываем газ в повороте или подруливаем, развесовка байка меняется. Этим мы дисбалансируем подвеску и перегружаем одно из колес. Это плохо, потому что в определенный момент сцепления может не хватить. С учетом вышеперечисленного, правильное прохождение поворотов выглядит так. Как только мы закончили руление и байк пошел по заданной траектории, нужно в небольших пределах плавно открывать газ до момента выхода из поворота. Это умеренно загрузит заднее колесо и не нарушит работу подвески. Повторюсь, плавно они вот так. Но даже правильная работа газом не поможет, если ваша траектория в повороте напоминает мои спутанные наушники. Траектория. Вот поворот, который нужно пройти. Мы здесь. Наша скорость 80 км в час. Если следовать изгибу дороги, в этом месте нам придется сильно наклонить мотоцикл, что увеличит шанс обосраться кирпичами. Поэтому перед входом в поворот нужно сместиться ближе к внешней части. Как только вы увидели апекс, следуйте к нему, прижимаясь к внутренней бровке. А после снова уходите на внешнюю. Это позволит сделать вашу траекторию максимально гладкой, увеличив радиус. И в этом месте ваш угол наклона будет не такой, а вот такой, что намного безопаснее. На этом участке иногда возникает страх не вписаться в поворот. Самое плохое, что можно при этом сделать, нажать на тормоз или просто закрыть газ. Смотрите, что произойдет. Переднее колесо загрузится. Даже если по крышке хватало сцепления, чтобы не начать скользить, смещение пятна контакта вследствие деформации резины приведет к появлению внешнего момента вращения. А как на это отреагирует колесо-гироскоп, вы уже знаете. Оно начнет поворачиваться вокруг оси прецессии, выравнивая мотоцикл. Заканчивается все это примерно одинаково. В этой ситуации может помочь свешивание. Вот мотоцикл из предыдущих примеров. Непонятно, как он до этого ездил без водителя. Ну, неважно. А вот мотоцикл с райдером. В повороте на них воздействуют силы. Синие на райдера, желтые на байк и зеленые это суммирующие. Когда райдер сидит ровно, он не влияет на наклон байка. Но если он свесит одну полужопицу, это изменит положение центра масс относительно мотоцикла. В итоге байк немного выровняется, чтобы уравновесить райдера. Это позволит пройти поворот с той же скоростью, но меньшим углом наклона. Либо с тем же углом, но быстрее, если вы гонщик или выпендрежник. Но это работает не всегда. Например, в плотном трафике. В этом случае приходится намного чаще и быстрее перекладывать мотоцикл. Если у вас не турбозадница, вы просто не успеете свешиваться с нужной скоростью. Поэтому корпус необходимо держать ровно, а иногда отклоняться в противоположную сторону, чтобы быстрее наклонить мотоцикл. Последний и самый важный элемент хорошего руления. Взгляд. Неправильный взгляд – это то, что заставит вас срать кирпичами в каждом повороте. При езде на мотоцикле действует простой принцип. Ты едешь туда, куда направлена ось твоего зрения. Поэтому в повороте ни в коем случае нельзя смотреть на яму, обочину или задницу Ники Минаж, даже если она занимает две полосы. Нужно смотреть туда, куда ты хочешь приехать. Это значит, что на входе в поворот твой взгляд направлен на апекс, а по мере приближения к нему ты смещаешь взгляд на выход из поворота. Чем круче поворот на дороге, тем больше угол поворота головы. Чем чаще следуют повороты, тем быстрее нужно переводить взгляд. На этом все. Это было краткое руководство по рулению байком. Не забывайте подписываться на наш канал, это улучшает карму. Также советую зайти и подписаться на канал MotoNexus, который ведет Артем Болт. Там много обзоров мотоциклов и разных полезных ништяков. Ну, в любом случае, я х**ки не посоветую. С вами был Сергей Ланкара, до встречи.